Домашняя церковь Павел, узник Иисуса Христа и Тимофей, брат Филимону, возлюбленному и сотруднику нашему, и Апфии, сестре возлюбленной, и Архипус, подвижнику нашему, и домашней твоей церкви. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Но все остальное абсолютно понятно. Павел вместе с Тимофеем пишет письмо Филимону. Павел при этом находится в заключении. Весьма вероятно в Риме, куда он отправился на суд. Филимону Апфи и Архипу очень хорошо понять так, что Апфия может быть жена Филимона, хотя напрямую этого не сказано. Но логично, если ты пишешь мужчине и упоминаешь сразу женское имя, то это привет его жене, правда? А кто такой Архип, тогда совсем непонятно. Сын их, что ли? А может быть, Апфи и Архип тоже какие-то важные люди в этой общине. Но самое главное вот что. Что значит домашняя твоя церковь? И если прочитать это по-гречески, Это даже не прилагательное. Кат-ой-кон — это в доме. Церковь, которая в доме. Или даже церковь, которая вот, по-русски можно сказать, по домам, но это много домов. А вот церковь, которая по дому так не получается, да, хорошо не получается сказать. Но смысл именно такой, вот та, которая присутствует в доме. Ну, смотрите, есть два основных понимания. Во-первых, конечно же, в эти времена не было никаких таких церковных зданий отдельных. И люди собирались по домам. У кого была возможность принять, у кого дом был побольше. Там они встречались для молитвенных собраний и прочих всяких своих нужд. Ну, и тогда это обращение к общине, которое собирается как раз в доме этого самого Филимона. Но вместе с тем можно понять это немножко иначе, что церковью здесь именуется не просто молитвенное собрание, которое бывает в доме Филимона, территориальное, да, но церковью именуется здесь, по сути дела, семья Филимона. И если, допустим, Абфи — это его жена архипсын, ну, или там, неважно, брат, племянник, дядя, то так оно и есть, это обращение к семье. Мы, наверное, многократно все слышали это выражение «семья — малая церковь», но оно такое немножко риторическое, да. Ну, что значит «малая церковь»? Ну, богослужения не проводятся, да, в семье, такие полноценные, по крайней мере. Там епископов не поставляют и все такое прочее. Ну, можно сказать, что семья — это ячейка общества, ячейка церкви. Такое несколько марксистское выражение, но, в принципе, справедливо. Но здесь он именно обращается к общине как к чему-то самоценному. Семья все-таки не самоценна по отношению к церкви, да, она каким-то образом к церкви принадлежит, но она не является общиной вот в прямом и непосредственном смысле слова, но, по крайней мере, в нормальной ситуации. А вот здесь, может быть, дело в том, что в послании к Филимону разница между этими двумя вариантами, она не особенно велика. То есть, смотрите, он говорит об общине как о семье. Именно послание к Филимону в этом смысле очень удачно, потому что Филимон — это рабовладелец, а есть некоторый беглый раб Анисим, которого Павел встретил в дальнейшей своей жизни, в момент заключения, кстати, и после этого, соответственно, он его отправляет к Филимону обратно, что он должен был сделать юридически, потому что Филимон — его владелец, да, он — собственность Филимона. Но одновременно пишет это послание с тем, чтобы Филимон его принял как своего брата, не наказывал, а отнесся к нему как члена своей семьи. И он начинает этот разговор с того, что он отождествляет семью и церковь. Внутри церкви семейные отношения. Вот что он хочет в данном случае сказать, вне зависимости от того, в каком смысле он использует это выражение «домашнее». Анисим должен стать частью этой семьи. Ну, можно сказать, что раб в некотором смысле семейный, если не член семьи, то семейная, по крайней мере, принадлежность. И это тоже может быть здесь. Но я бы еще сказал, что здесь все-таки есть такой смысл. Вот церковь — семья. И в семью возвращается ее член, который по каким-то причинам бежал. Трудный подросток, да? В семье нету равенства. Ну, в семье есть старшие, младшие, дети, взрослые, больные, здоровые, работающие, сидящие дома. В семье нету какого-то вот такого безразличия к обстоятельствам жизни. В семье всегда много конфликтов, всегда много вопросов, всегда много разных самых вещей, без которых иногда хотелось бы обойтись. Но что в семье всегда есть, пока это семья, — это взаимопонимание и поддержка. И Павел в ситуации, когда Анисим может ожидать только сурового наказания за свой побег, обращается к Филимону с напоминанием о том, что церковь — это семья. Нам какая разница? Рабства давно нет, официально, по крайней мере. Там, где оно появляется, неофициально, там это задача правоохранительных органов, это безобразие прикрытия, вернуть тех порабощенных людей к нормальной жизни. Не наша задача, да? Но мне кажется, что послание к Филимону вошло в канон писания не случайное. Он вообще один из моих любимых текстов, хотя очень простенький и коротенький. И в частности потому, что здесь появляется эта идея домашней церкви. Церкви как собранию в доме, не просто физически в доме, но собранию вокруг домашнего очага, вокруг домашнего уюта, собранию вот в связи с тем, что мы дороги друг другу, как люди, принадлежащие к одной семье. И вне зависимости от того, есть у нас рабство или нет, вот рабства уже нету, а это, мне кажется, актуальным быть не перестает. Субтитры создавал DimaTorzok